Девушки отдыхают И открываются вертикально Чтобы крышка люка могла свободно открываться, сам люк развернут в обратную сторону, поэтому перископ направлен назад Итак, залезем в пасть зверя Медленно Очень медленно Вот так Вроде забрался Или нет Все же да Каждый раз, когда я забираюсь в очередную машину, я скорее всего скажу, боже мой, как же тут тесно Но здесь понятие тесноты выходит на совершенно иной уровень Как вы видите, мое колено почти упирается в борт И для головы места нет совсем Я могу немного опустить спинку сидения Тогда будет почти как на месте мехвода в Абрамсе А потом ухватить два рычага управления Вот так Вот так Но есть небольшая проблема с этим перископом Помните, я говорил, что крышка люка поворачивается? Так вот, если ее повернуть, то перископ окажется здесь Так что я ничего не могу видеть Я, конечно, могу придвинуться вплотную к перископу Но так и спину потянуть недолго Это однозначно ПТ-САУ для людей небольшого роста Управление обычное, механическое Сразу отмечу два индикатора зажигания с помощью сжатого воздуха Баллон из которых находится прямо у меня под ногами Система работает следующим образом В очень холодную погоду нужно быстро открутить вентиль Тогда мощная струя сжатого воздуха запустит двигатель И можно ехать Педаль слева — это сцепление Очень-очень тугая Нажали, отпустили Рычаги для управления и торможения На небольшие выступы можно установить ручной тормоз, если нужно А управлять совсем несложно Педаль газа справа На ней небольшая скоба, чтобы нога держалась на педали Также есть и ручной газ, чтобы не давить постоянно на педаль Например, если вы на холостом ходу Коробка передач немного необычная Первая, вторая, третья, четвёртая передачи А задняя передача в правом верхнем углу Слева небольшой рычаг Мы не совсем уверены, но думаем, что это включение повышенных или пониженных оборотов По идее, это должно быть указано в инструкции, но мы её не нашли А на приборной панели отсутствуют все индикаторы Ни спидометра, ни тахометра Я думаю, где-то они всё же есть Последнее, на что мы здесь посмотрим, это люк механика водителя Он... Он закрывается вот так Но я опасаюсь, что, возможно, не смогу вновь его открыть Потому что за этой ПТ-САУ особо не ухаживали Ещё здесь есть система внутренней связи Пора двигаться в заднюю часть корпуса Надеюсь, там будет больше места Наклонный корпус занимает много места Но, во всяком случае, расположившись на этом небольшом сидении Я могу рассказать вам о месте наводчика Я думаю, что изначально сидение наводчика было прикреплено непосредственно к орудию Для него есть пустое место крепления Совершенно не могу представить, как ещё мог бы располагаться наводчик Потому что он никак не мог сидеть, где я сейчас, учитывая движение орудия Управление орудием довольно простое Наводчик управлял подъёмным механизмом Обычная рукоятка вверх и вниз, ничего особо сложного Прицеливание осуществлялось с помощью оптического прицела, но его демонтировали Как мне сказали, это был двух с половиной кратный оптический прицел Панорамный прицел, как вы видите, весь в смазке и обмотан плёнкой Это сделано для того, чтобы он не ржавел, и его можно было использовать в будущем Но всё остальное в довольно плохом состоянии Стрельба непрямой наводкой теоретически позволяла посылать снаряд на 13 километров Для этого нужно было открыть люк наводчика, поднять прицел Потом прикрепить к нему зеркала панорамного вида и всё остальное И затем можно стрелять Здесь установлено орудие ML-20SM, которое отличается от ML-20S только буквой M M означает «модернизированное» Конструкторы убрали дульный тормоз с конца орудия При использовании дульного тормоза дульная вспышка значительно демаскировала Объект 704 Так что противнику было легче увидеть того, кто стреляет в него 152-мм снарядами Также был изменён противооткатный механизм Он стал более эффективным, потому что от дульного тормоза избавились насовсем Здесь использовались бронебойные и осколочно-фугасные снаряды И 99% выстрелов из 152-мм орудий производилось осколочно-фугасными снарядами Честно говоря, стрелять бронебойными снарядами в танки было не нужно Они использовались для разрушения бункеров И только самые укреплённые бункеры не поддавались 152-мм фугасному снаряду Если же вы попадёте таким фугасом в танк, экипаж противника получит сильную эмоциональную встряску Если, конечно, кто-то останется в живых Пока я здесь, просто подвину орудие подальше Вообще-то, лучше этого делать не следует Здесь вы можете видеть торсионные валы, а также аварийный люк Чтобы парни смогли выбраться, если пять люков сверху открыть нельзя Посмотрим на место заряжающего Вы можете подумать, что это ограждение противооткатного устройства Но другие члены экипажа никак не защищены, так что это не оно Это зарядный лоток Когда я его откину, вы увидите, что он имеет изогнутую форму Заряжающий брал снаряд и помещал его на зарядный лоток Потом он его откидывал И снаряд скатывался в углубление Затем нужно было просто задвинуть снаряд в казённую часть После выстрела заряжающий снова поднимал лоток Для отката орудия было достаточно места И пока наводчик прицеливался, он мог быстро положить очередной снаряд в уже готовый лоток Всего в объекте 704 было 20 снарядов А также множество патронов 12,7... 99 миллиметров Извините, просто 12,7 миллиметров — это другие патроны В задней части корпуса хорошо видна задняя или передняя часть двигателя С каждой стороны установлено по одному мультициклонному воздушному фильтру И скорее для поднятия боевого духа, чем для пользы Тут установлено несколько вентиляторов Освещение Вижу здесь одну, две лампочки Так что здесь темновато И на этом всё о месте главного заряжающего Дальше место второго заряжающего Помощник заряжающего в основном помогал подносить тяжёлые снаряды Никто мне так точно и не сказал, отвечали ли заряжающие за разные типы снарядов Или просто распределяли обязанности Я, пожалуй, склоняюсь к первому варианту Единственное, что у него здесь есть — это ручная лебёдка Ну вот и всё И, наконец, место командира в правой передней части корпуса Откуда он не может видеть остальных членов экипажа, но хотя бы видит, куда движется ПТ-САУ Напротив командира устанавливался радиоприёмник Панель управления радиосистемой здесь Других панелей я не вижу Слева от командира находится спаренный пулемёт ДШК калибра 12,7 мм Неплохо для спаренного пулемёта Надо сказать, что я человек своего времени Я смотрю на небольшую инструкцию и пытаюсь понять, где располагалась патронная лента Потому что в Абрамсе она находится с другой стороны пулемёта Но я всё неправильно понял Пулемёт заряжается справа Звенья патронной ленты не отделяются Поэтому при стрельбе вся лента движется поверх орудия и падает с другой стороны Я уже готов выбраться из этой невероятно тесной машины Она выглядит огромной, но это только внешне А вот внутри места катастрофически не хватает Увидимся снаружи Скажу честно, я рад, что не был одним из тех, кто проводил испытания Объекта 704 Внутри всё совсем печально, несмотря на его внушительные размеры И последнее Эта ПТ-САУ имеет разные названия Объект 704 — наиболее известная Но она также называлась Кировец-2, так как была построена на Кировском танковом заводе Третье название — ИСУ-152 образца 1945 года Это, очевидно, послевоенное название Как мне сказали, в архивах оно нигде не встречается Это был Объект 704, увидимся в следующем выпуске Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова